здравствуйте дорогие друзья хочу вас сегодня познакомить интересным стихотворением александра блока летний вечер а потом мы с вами порисуем акварелью летний вечер последние лучи заката лежат на поле сжатой ржи дремоты розовые объята трава некошенной межи не ветерка не крика птицы на дрожжи красный диск луны и замирает песня жницы среди вечерней тишины вот такое замечательное стихотворение а мы с вами сегодня попробуем нарисовать природу летнего вечера для акварельного мастер-класса нам с вами понадобится бумага для акварели у меня вот такой маленький листочек кисточки номер шесть номер два можно просто толстенькая и тоненькая вода акварельные краски какая-то бумажка на которой вы будете тренировать цвета смотреть и салфетка для того чтобы промакивать листочки и так начнем для начала нам с вами нужно залить наш листочек водой для этого берем кусочку водичку и заливаем но обратите внимание что я края нашего листочка не заливая делаю их такими неровными чем неровнее получается у вас края тем интереснее будет выглядеть вот так заливаем водой не мало нелетия и много тоже нелетия то есть нужно найти такую золотую середину вот так мы с вами залили нам нужно теперь взять краски мы возьмем с вами синий цвет синий у нас получается летний вечер получается нам нужно примерно вот такой темненький цвет мы берем краски и и вот так вот наносим смотрите я наношу пингмент и он растекается у нас как лужица вот так красиво весело задорно теперь возьмем с вами желтый цвет но такой желтый темный вот примерно вот такой цвет нам с вами ему нужно немножко мы вот так же наносим сюда это как рожь у нас там вдали да или солнышко которое садится и трава трава у нас зеленого цвета берем такой темный цвет цвет чтобы все края нашей открытки были заполнены вот так мы залили нашу открытку вот так лишнее здесь можно убрать мы берем кисточку обмакиваем ее и теперь забираем лишнюю влагу так же делаем внизу вот такая красота у нас получилась теперь можем сделать как будто у нас тут летают мухи берем темно-зеленый цвет набираем нам нужен свой пальчик и мы сейчас будем вот так кисточкой работать можно даже если у вас на белой части открытки попадает краска ничего страшного вот так небрежными такими движениями с вами помещаем наш мух открытку здесь можно также такими неровными движениями наметить краски травки вот такая такая изготовка у нас получается теперь нам нужно с вами чтобы она подсохла отложим ее так смотрите друзья давайте пока у нас не подсохла наша картинка не забыли с вами сделайте нашу луну у нас на стихотворении это была луна мы берем в общем сухой кистью забираем фигмент сделаем вот так кружочек наша луна вот такая луна у нас еще на небе остались зеленые пятнышки мы тоже их немножко с вами размажем вот так наша открытка почти подсохла так какой же лук без ромашек давайте мы с вами изобразим для этого нам с вами нужно белая гуашь вот у меня такая белая художественная белила иначе берем кисточку маленькую промакиваем ее жирненько и наносим в лепесточки можно это делать неровно чем у вас ромашка будет кривее тем будет симпатичнее выглядеть так рисуем наши ромашки рисуем их в разном месте вот такой у нас лужайка ромашковая теперь возьмем немного водички добавим белила и сделаем звездочки на нашем небе для этого мы также как сделали мух мы с вами побьем кисточкой а пальчик и вот в нем и сделаем такие звездочки можно здесь тоже внизу опуститься тоже побить немножко возьмем желтый цвет обычный желтый яркий вот примерно такой и нарисуем серединку на нашей ромашки тоже не старайтесь делать ее аккуратно вот таким образом мы с вами сделали у наших ромашек серединке теперь нам надо сделать с вами ствол нашей ромашки берем зеленый цвет темненький вот такую тоненькую нить кисточку и проводим делаем делаем мы это с вами не можно от прерывиста видите можно полностью стеблёк не прорисовывать тоненький вот такими движениями плавными плавными так теперь нужно у наших ромашек нарисовать листочки с такими движениями видите рваные беглыми мы с вами нарисуем можно вообще приложить вот так вот кисточку нарисовать нарисовать травку наши ромашки тут каких-то местах у меня получилось слишком ярко слишком много краски взял возьму это и разбавлю можно еще прислать прерисовать травки вот здесь мы видим много зеленого мы возьмем сухой кисточкой и заберем немного пигмента чтобы нас аккуратнее все это выглядело так же здесь делаем вот так вот у нас получилось можем здесь еще добавить немножко зелени внизу темноты такими прикладывающими движениями нарисуем травки ждем когда наша открытка подсохнет вот такая замечательная открытка у нас получилось смотрите наши мастер-классы заходите к нам в гости в библиотеку и читайте с удовольствием мы вас ждем в гости пока так вот так а я Продолжение следует...